Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Ольга Васенда. Смотрите сейчас. Алло, это горячая линия. В горосполкоме рассмотрели результаты работы с обращениями граждан. Достигнуто значительное снижение количества обращений по вопросам здравоохранения. Что больше всего волнует жителей. Сбавь скорость. Госавтоинспекция усилит контроль на дорогах. Ответственности не смогут избежать пешеходы, пренебрегающие требованиями правил. Кто еще в поле зрения? Здравствуй, мир! В городе прошел областной этап республиканского конкурса. Бобруйск всегда отличается хорошим уровнем исполнения. Чем удивили жюри. А также двусторонние связи, школьное питание и снежный февраль. В Беларуси ожидаются морозные выходные. Акцент на гуманитарную сферу. Беларусь и ОАЭ укрепят сотрудничество более чем по десяти направлениям. Это один из результатов договоренности президентов двух стран. Руководитель Объединенных Арабских Эмиратов пригласил Александра Лукашенко домой. Встреча проходила в абсолютно дружеской обстановке и длилась около четырех часов. Сначала в расширенном составе, после один на один. В ближайшее время в наше государство прибудет большая делегация специалистов, которые на месте отработают конкретные вопросы по обозначенным сферам взаимодействия. Сегодня ОАЭ – важный для нас торговый партнер в регионе Персидского залива, значимый инвестор в белорусскую экономику. За пять лет товарооборот вырос более чем в три раза. Уверенно растут объемы торговли услугами. В числе приоритетных направлений – продовольствие, зеленые технологии и IT-сфера. Один из самых масштабных двусторонних проектов – «Северный берег» с инвестициями в 5 миллиардов долларов. Это будет многофункциональный развлекательный комплекс в Минске по принципу «умный город в городе». Добро пожаловаться! В Бобруйске прошло заседание горосполкома. Основная тема – обращение граждан. Только в 2022-м их зафиксировано свыше двух тысяч. Половина приходится на сферу ЖКХ. Второе место занимает вопрос строительства. Третье – жилищный фонд. Больше чем в два с половиной раза снизилось количество запросов в системе здравоохранения. Что еще волнует горожан – смотрите прямо сейчас. На заседании Бобруйского горосполкома обсудили результаты работы с обращениями граждан за минувший год. Специалисты зафиксировали свыше двух тысяч четырехсот предложений, заявлений и жалоб. По каждому вопросу есть ответная реакция и принятое решение. Причем половина касается сферы жилищно-коммунального хозяйства. На втором месте – архитектура и строительство. Замыкает тройку – жилищный фонд. То, что касается асфальтирования дворовых территорий, в этом году выделены средства, благоустройство дворовых территорий, устройство площадок. Это все мы сделаем. Родь из носа. Рассмотрели здесь и вопросы капитального ремонта. В перспективной программе на 2023-2027 почти 90 домов. Первые в списке на этот год – Ковзана 40 и 50. Островского – 54, Советская – 84, Минская – 105, Октябрьская – 136, Орловского – 34, Горелика – 57, Западная – 22, Гагарина – 10 и Рокоссовского – 58. Если говорить о запросах в ЖЭУ, большинство из них – сезонные. Зимой заявки в основном касаются очистки крыш от снега и сосулек, весной – обрезки деревьев, летом – покоса травы, осенью – работы системы отопления. В соответствии с законом обращения подаются в письменном и электронной форме. Также могут излагаться устно в ходе проведения личного приема. В ЖЭУ-8 за 2022 год было зарегистрировано 104 обращения. Также существует единая служба «Контакт-центр-115». Статистика показывает, в 2022-м стало меньше обращений, которые касаются МВД, сфер торговли, транспорта и образования. Снизилось и количество вопросов, которые входят в компетенцию органов юстиции. Положительная динамика отмечается и в области социального и пенсионного обеспечения. Специалисты зафиксировали всего 34 таких заявки. Достигнуто значительное снижение количества обращений по вопросам здравоохранения. У нас поступило 20 таких обращений. Годом ранее их было 54. Мы связываем это с тем, что стабилизировалась ситуация эпидемиологическая в Республике Беларусь. Вопросы по 196 административным процедурам берет на себя служба одно окно. Консультации, справки из государственных регистров, кадастров и банков, оформление документов на получение земельного участка и кредита. Здесь нет необходимости обивать пороги разных кабинетов и обзванивать десятки инстанций. На всё про всё уходит до 15 минут. Самые частые запросы – постановка на учёт нуждающихся, реконструкция частных домов с подключением электроотопления и получение различных субсидий. Для удобства клиентов установлена электронная очередь, а также обновлена полностью вся компьютерная техника в службе одно окно. У каждого специалиста новый компьютер, многофункциональное устройство, что позволяет качественно достаточно быстро работать. Ещё одна не менее действенная форма – «горячая линия». Жители могут обратиться как в Первомайскую и Ленинскую администрацию, так и напрямую в Бобруйский горсполком. На звонки отвечают по будням с 8 до часу и с 2 до 5. К слову, особую важность работы с обращениями граждан на современном этапе не раз подчёркивал президент. Будь то отсутствие необходимой транспортной инфраструктуры в частном секторе или вопросы, связанные с трудоустройством. Тише едешь – дальше будешь. Выходные ГАИ усилит контроль на дорогах. Автомобилистам стоит отказаться от обгонов и резких манёвров, которые могут привести к созданию аварийных ситуаций. Наряды ДПС будут следить за соблюдением скоростного режима, выезда на полосу встречного движения и проезда пешеходных переходов и перекрёстков. Особое внимание бесправникам и нетрезвым водителям. Ответственности не смогут избежать пешеходы, пренебрегающие требованиями правил и игнорирующие использование световозвращателей в тёмное время суток. Значительно затрудняют дорожную обстановку погодные условия. Во время гололедицы увеличивается тормозной путь и риск наездов на пешеходов. ГАИ призывает быть внимательнее и осторожнее. Только в январе аварии унесли жизни 34 человек. 207 получили травмы. Политические процессы, закрытые полигоны и горячий обед. Все работники школ будут обеспечены питанием за счёт бюджетных средств. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В самое ближайшее время в Беларуси может начаться процесс перерегистрации политических партий. Проект предусматривает увеличение минимального порога численности для создания группы единомышленников. Необходимость наличия организационных структур в каждой области Минске. Финансирование объединений из иностранных источников запретят. В случае пропаганды войны, террористической, экстремистской, другой запрещенной деятельности возможна ликвидация. Законопроект будет направлен к президенту. К концу 2023-го стране планируют закрыть все мини-полигоны с отходами. С таким заявлением выступили в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды. В прошлом году ликвидировано 61 такой объект, сейчас их осталось 55. В озеленении городов также хорошие показатели. За последние 5-6 лет высажено порядка 6 миллионов 300 тысяч деревьев. Все работники школ, начиная с сельских и заканчивая городскими, будут обеспечены горячим питанием за счёт бюджетных средств. Об этом заявил министр образования. Внимание окажут и ученикам, сейчас проходит пилотный проект. В нём участвует 21 учебное заведение. Суть в том, чтобы сделать оптимальное меню по вкусу ребят. В 2022-м медики скорой помощи выполнили более 311 тысяч выездов. Такова статистика главного управления по здравоохранению Могилёвского обл. Сейчас автопарк насчитывает 146 машин. Между тем, продолжается обновление транспорта. В Могилёве главврачам больниц переданы ключи от 43 новых авто, 7 из которых отправились в Бобруйск. Закупку выделено около 4 миллионов рублей из бюджета региона. Морозные и снежные выходные ожидаются в Беларуси. Похолодает уже в субботу. В прогнозах кратковременный снег, слабый туман и гололедица. Ночью значение термометра опустится до отметки 12 ниже 0. Днем от плюс 1 до минус 7. В воскресенье погоду также будет определять холодная воздушная масса, поступающая со Скандинавии. Такой температурный режим полностью соответствует климатической норме начала февраля. Борьба со смертельной болезнью в стране за три года снизилось количество заболевших онкологией на 4000 человек. Это стало возможным во многом благодаря программам по выявлению рака различных органов на ранней стадии. Они действуют в республике более 10 лет. В Бобруйске во всех поликлиниках организованы скрининговые кабинеты. С 2017-го в онкодиспансере работает и специальный центр. В 2022 году в программе скрининга поучаствовало 11 718 человек. Из них важно отметить, что на первой и второй стадии заболевания злокачественного образования было выявлено в 47 случаях. В Беларуси излечивают до 80% пациентов. Остальным значительно продлевают жизнь. Большой вклад в противостояние со смертельной болезнью вносят ученые. За 10 лет в республике зарегистрировано порядка 15 препаратов против рака. К нам за лечением едут со всех уголков мира. И количество спасенных ежегодно исчисляется тысячами. Талант и харизма. В Бобруйске прошел областной этап республиканского конкурса «Здравствуй, мир». Ребята боролись за выход в финал в 10 номинациях. От инструментальной музыки и вокала до декоративно-прикладного творчества и моды. Было заявлено 59 номеров. Самыми креативными познакомилась Татьяна Горбач. Невероятная пластика и проникновенное звучание. Есении Петровой всего 9, но она уже настоящая артистка, победительница международных творческих форумов. Вот и сегодня маленькая звездочка представляет Бобруйск на областном этапе республиканского смотр-конкурса «Здравствуй, мир». Художественным словом девочка занимается в центре доп. образования с 5 лет. Мы делаем дыхательную гимнастику, артикуляционные упражнения, читаем стихи и часто делаем что-нибудь веселое. У меня очень хороший руководитель Елена Анатольевна, и я всегда получаю удовольствие, когда я выступаю. Конкурс проходит в седьмой раз. На сцене целый калейдоскоп невероятных номеров от юных бобруйчан. Ансамбль «Сувенирчик» виртуозно исполняет белорусскую народную музыку. Звуки домры и дудочки проникают в самое сердце. Чистым вокалом поражает мастерская эстрадного искусства «Солнышко». Танцевальные коллективы «Кукушечка», «Василек», «Акварель» удивляют жюри сложностью фигур и синхронностью движений. Конечно же, бобруйск всегда отличается хорошим уровнем исполнения. Всегда представлены достойные участники на отборочном этапе и гала-концерте. Поэтому мы надеемся, что сегодня мы тоже порадуемся, увидим замечательные программы, замечательные выступления. Программа конкурса обширная. Представлено 10 номинаций. От инструментальной музыки и вокала до декоративно-прикладного творчества и моды. Маленькие артисты за кулисами готовятся к выступлению. В коридорах яблоку негде упасть. Повсюду разминки и репетиции. Ведь на кону выход на республиканский уровень. Мы, конечно, волнуемся перед выступлением, но мы настроены на победу. Мы очень много тренировались для этого конкурса. Сейчас мы будем показывать номер под плясочка «Народный фольк-шоу-балет Альянс». В фойе разворачивается экспозиция «Родима моя. Умарах, у песнях, у словах». Представлено здесь более 200 работ в номинациях «Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное творчество». В Год мира и созидания мальчики и девочки выражают любовь к Беларуси в живописных полотнах, ажурных вытинанках и красочных аппликациях. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин, Бобруйск-360. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»